Кому легче получить секс? Мужчине или женщине? Женщине гораздо легче получить секс. И почему это так? Ну, это потому что мы выбираем. Это мы даем разрешение и позволяем мужчине заняться с нами сексом или нет. Я не думаю, что это обязательно так. Разве не женщины обычно не дают согласия на секс? Согласие бывает обоюдным. Верно. Позвольте спросить, как долго мужчина заставлял вас ждать секса? Это вообще-то бывает. Но обычно ли это происходит? Ну, обычно не бывает. Хорошо, так разве несправедливо сказать, что женщина в целом контролирует доступ к сексу больше, чем мужчины? Если женщина хочет секс, она может его получить. Если мужчина хочет секс, это не значит, что он его получит. Так можно ли сказать, что женщина обычно контролирует доступ к сексу больше, чем мужчины? Потому что женщине легче получить секс, чем мужчине. Мне не нравится формулировка, в которую меня загоняете. Но не могли бы вы объяснить это по-другому? Разве в целом это не так? Я думаю. Если женщине легче получить секс, а мужчине труднее, то можем ли мы сделать вывод, что женщины обычно контролируют доступ? Хорошо. Девушкам, конечно, проще. Да, парням не повезло. Поскольку мужчинам труднее, должны ли женщины удивляться, что у парней более низкие стандарты секса, чем у женщин? Не совсем. Потому что они просто его хотят получить. Да, просто. А разве у женщин нет привилегий быть более разборчивыми, потому что у них больше возможностей? Да, да, о да. Разве у женщин нет привилегий быть более разборчивыми, потому что у них больше возможностей? Да. Вы когда-нибудь слышали об инцеле? Нет. Инцел? Ага. Нет, не слышала. Вы когда-нибудь слышали об инцеле? Нет. Нет. Ладно, инцел означает «вынужденный целепат» и относится к человеку, который не может получить секс. Кто чаще становится вынужденным целепатом? Мужчины или женщины? Мужчины. 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 Думаю, каждый третий мужчина не занимается сексом. В современном обществе, если мужчина подходит к женщине и просит у нее номер телефона или снапчат, на него смотрят как на гада или извращенца. Но если женщина подходит к мужчине, то это на 100% нормально, что меня не устраивает. Почему мужчин стыдят за то, что они не могут получить секс, но также стыдят за то, что они пытаются его получить? Это хороший вопрос. Я думаю, дело в том, как они пытаются получить секс. Потому что женщины хотят отношений. Но я не могу сказать, что все женщины, но значительная часть женщин хочет отношений. И когда вы встречаете мужчин, которые хотят только секса, это как бы омрачает все. Справедливо ли стыдить мужчин за то, что они инцелы? Когда именно женщины контролируют доступ к сексу? Я не думаю, что нужно кого-то за что-то стыдить. Справедливо ли стыдить мужчин за инцел, когда доступ к сексу контролируют женщины? Нет, ни в коем случае. Разве это не пристыжение жертвы? Да, 100%. Разве не каждый мужчина, которого временно отвергли, является инцелом? Да. Справедливо ли изображать инцелов ленивыми, незрелыми, неудачниками, потому что они не соответствуют женским стандартам и избирательности? Нет, нет. Ты сам такой же. Нет. Если мужчина не может получить секс, его могут высмеивать и обзывать только за это. И еще я думаю, что если мужчина получает много секса, то возможно все хвалят его за то, что он получает много секса. Так что я не думаю, что есть много мужчин, которых стыдят за то, что у них много секса. Справедливо ли изображать инцелов ленивыми, незрелыми, неудачниками, потому что они не соответствуют женским стандартам и избирательности? Нет. Все люди устроены по-разному, у каждого свои стандарты в жизни. Если мужчина соответствует, делают ли это его грешникам? Нет. Почему более приемлемо стыдить мужчин за низкие стандарты, чем стыдить женщин за нереально высокие стандарты? Так и есть. Блин, я даже не знаю, что сказать. Да, так и есть. Я не знаю, что сказать. Выживай сильнейший. Кому кажется, что он вот-вот выживет, тот выживает и продолжает свои гены и все такое. Но кроме этого, я не знаю. Так, основываясь на этом, вы бы сказали, что женщина в конечном итоге контролирует эволюцию общества, основываясь на мужчинах, которых они выбирают. Да, потому что это похоже на брачные ритуалы, когда они говорят «да или нет, большинство пород». Так как же мы живем в патриархате, где мужчины имеют всю власть? Только потому, что так было устроено общество, когда женщины должны были сидеть дома и заботиться о детях, а парни выходили на улицу и занимались всем этим дерьмом. Как долго вы не занимали сексом? Наверное, год. Как долго вы не занимали сексом по своей воле? Наверное, год. Наверное, 18 лет. Как долго вы не занимали сексом по собственному желанию? Наверное, около месяца. Кто чаще лжет о том, как долго они обходились без секса? Женщины. Мужчины врут, что получают больше, а женщины, что меньше. Нет. Мужчины врут, что получают больше, а женщины, что меньше. Да. Почему? Потому что мы считаем себя пороченными за то, что у нас больше секса. Почему женщин, которые спят с кем попало, считают шлюхами, а мужчин, которые спят с кем попало, считают жеребцами? Потому что мужчины не хотят видеть, что их женщина, которой они заинтересовались, была с каждой мужчиной. Может быть, это потому, что женщине легче быть шлюхой? Нет. Но разве женщина не контролирует доступ к сексу? Да, контролирует, но также есть много мужских шлюх. Их просто хвалят за то, что они такие. Но разве мужчине не труднее быть шлюхой, чем женщине? Это зависит от мужчины. Скажите ли вы, что высокооцененные мужчины с большим количеством вариантов встречаются редко? Да. Тогда не скажите ли вы, что для среднестатистической женщины больше шансов стать шлюха, чем для мужчины? Да. Женщины спят с теми, с кем хотят. Мужчины спят с теми, с кем могут. О, черт. В чем разница между тем, чтобы стыдить женщину за то, что она шлюха, и тем, чтобы стыдить мужчину за то, что он цел? Другими словами, почему женщины стыдят за то, что у них слишком много секса, а мужчины за то, что у них нет секса? Ну, женщины не могут заниматься сексом, не будучи привязанными каким-то образом. Это просто наши врожденные. Что значит, они не могут заниматься сексом? Не то, чтобы они не могут заниматься сексом. Они не могут заниматься сексом без эмоциональной привязанности. Почему вы думаете, что мужчины чаще способны заниматься сексом без чувств, чем женщины? Потому что мы созданы для деторождения. Это вынужденный целибат. Так что мужчина, у которого нет выбора... У женщин определенно есть выбор. Если я захочу стать шлюхой, то я ею стану. Потому что женщина контролирует доступ к сексу. Так и есть. У женщины есть выбор стать шлюхой, но у мужчины нет выбора быть инцелом. Да. Тогда почему называть женщину шлюхой хуже, чем называть мужчину инцелом? Я не знаю, почему это должно быть хуже. Это потому, что наше общество навешивает ярлык хуже. Минуточку, она навешивает ярлык быть инцелом хуже, чем быть шлюхой? Другими словами, многие женщины возмущаются, когда их называют шлюхой, когда у них есть выбор быть шлюхой. Но это нормально, когда мужчин называют инцелами, когда у мужчин нет выбора быть инцелом, потому что мужчина не контролирует доступ к сексу. Я думаю, что у мужчин нет выбора в том, что они делают. Но сегодня, когда социальные сети развиваются так, как они развиваются, женщины фактически приняли идею быть шлюхой. И в этом проблема. Как вы думаете, сегодня женщина больше заинтересована в отношениях или в сексе? Я бы сказал, что сегодня больше интересуют перепихоны. Почему? Потому что на них влияют все эти рэперы. Ну, по сути, они пытаются играть роль мужчин. Они пытаются выменить у нас деньги. Это херово. Меня лично больше интересуют отношения. Женщины в наше время, я думаю, больше беспокоятся о своей карьере или сексе. Так, если женщина больше заинтересована в сексе, то как мужчина может дать женщине понять, что он просто хочет переспать, не заставляя ее чувствовать себя шлюхой? Такого способа нет, несмотря ни на что. Так мы прокляты, если делаем, и прокляты, если не делаем. Да, это так. Что бы вы предпочли? Лучший секс в вашей жизни или лучшую еду в вашей жизни? Я выберу еду. Да, еду. Я выберу еду. Я гурман, так что еда. Что бы ты предпочла, если эти вредные продукты, которые хочешь, и не набирать вес, или заниматься сексом неограниченным количеством и не быть осужденной? Явно последние. Кто больше стыдит шлюх, мужчины или женщины? Женщины. Почему есть мужчины, которые стыдят женщин за то, что они шлюхи, в то время как мужчины также жалуются на то, как трудно получить секс? Это одни и те же мужчины? Нет. Я думаю, что мужчины, которые называют женщин шлюхами, ищут женщин, которые такими не являются. Если количество секса не имеет значения, почему это обычно первое, о чем говорят женщины? Чтобы пристыдить другую женщину, которой они завидуют. Другими словами, зачем женщине позорить другую женщину? Потому что в глубине души они знают, что количество секса имеет значение. Главная причина, по которой женщины не хотят быть проще, заключается в том, что они хотят быть опозоренными? А может быть, они не хотят отказываться от своей сексуальной власти над мужчинами? Я думаю, ни то, ни другое. Я думаю, причина, по которой женщины не хотят быть проще, заключается в том, что мы не хотим иметь счетчик секса. Потому что мы хотим найти кого-то, кто хочет видеть нас такими, какие мы есть. А парни, которых мы ищем, не хотят женщин с большим количеством мужчин в прошлом. Почему это нормально для женщин? Чувствовать себя вправе быть защищенными и обеспеченными. Но неправильно для мужчин чувствовать себя вправе на секс и близость. Я думаю, что после того, как за вами долго ухаживали, и как только вы почувствовали себя комфортно в отношениях, мужчины будут ожидать от вас близости с ними в определенный момент. Оказывают ли женщины услугу мужчинам, давая им секс? Да. Да, скорее всего. На какое-то время. Если женщина вознаграждает мужчину сексом, почему он все равно должен выполнять и удовлетворять ее? Мне кажется, что мужчины могут быть эгоистами. Да, но девушки не вернутся, если у них что-то не получается. Да, да. Но почему мужчина должен заслужить возможность доставить вам сексуальное удовольствие? Потому что женщины рожают, так почему бы нет? Хорошо, но если это правда, тогда почему мы жалуемся на то, что живем в патриархате с преобладанием мужчин, где мужчина контролирует женщин? Потому что... Потому что это рассуждение в духе охотников и собирателей, потому что мы должны были сидеть дома и ждать, пока мужчины придут, и принесут нам это дерьмо, чтобы мы приготовили еду и все такое. Вот с этого все и началось. Если женщины не целы... Думаю, да, возможно. Было бы справедливо, если бы общество предстыдило одинокую старушку за вынужденцей либат. Нет. Насколько вероятно, что мужчины займутся сексом с одинокой женщиной из жалости? Думаю, это зависит от того, кого вы спросите. Я бы сказал, что вполне вероятно. Насколько вероятно, что женщины будут заниматься сексом с одинокими мужчинами из жалости? О, маловероятно. Им просто нужны богатые и знаменитые мужчины. Насколько вероятно, что женщины будут заниматься сексом с одинокими мужчинами из жалости? Маловероятно. И почему это так? Потому что женщине нужен мужчина, который выглядит сильным и чувствует себя сильным, и она чувствует, что ее защитят, и это то, что они ищут. Поэтому, если вы выглядите так, как будто вы слабак, забившийся в угол, она, скорее всего, не подойдет к вам. Мужчина думает, что есть такие проблемы. Если бы ты был более уверен в себе или если бы ты больше выкладывался, то ты бы это получил. Не важно, просто сделай это. Я гарантирую вам, что не имеет значения, каковы стандарты женщины, это то, что их привлекает. Если бы вы проснули завтра парнем и хотели бы переспать с девушкой, как большинство парней, как бы вы это сделали? Я бы пошла в бар, нашла бы симпатичную девушку, сидящую за барной стойкой, подсела бы к ней и спросила, могу ли я купить выпить. Это все, что тебе нужно сделать. Почувствуй себя там. Представь себя, будь уверенным. Я это понимаю, но если бы это было правда, и почему так много парней жалуются, что они застряли во френд-зоне? Потому что они слишком заняты, пытаясь быть хорошим парнем. На самом деле они не подают себя так, как им это нужно. Они выглядят как друг, поэтому мы воспринимаем их как друга. Вы предпочитаете джентльменов или плохих парней? Джентльмены. Справедливо ли утверждение, что женщины, потерявшие голову из-за плохих парней, хотят отстепениться с хорошими? Да. Как плохие парни обращаются с женщинами? Как дерьмо.